Здравствуйте! В эфире программа «Управдома». Я ее ведущий Владимир Казанин. Приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Сегодня мы поговорим о моем, можно сказать, любимом, наболевшем и в то же время решаемом проблеме. Мы много раз им уделяли внимание. Это коробки, хоккейные коробки, центры. Сегодня у нас в студии, можно сказать, от первого лица Михаил Семенович Расин, директор департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту. Правильно? Вот, администрации города, чтобы нас, не дай бог, там огульно не хаяли, что мы нападаем на администрацию города. Мы сегодня поговорим обстоятельственно о всех проблемах, потому что есть проблемы, которые, ну скажем так, напрямую администрации города не зависят и не является какой-то их виной. Давайте посмотрим первый материал. Это Фетисова и Роднина. Вот новый центр. Давайте посмотрим. Новый дворец спорта имени Родниной на Бархатовой. Лед здесь великолепный, но многое требует доработки. Со временем он будет выглядеть не хуже, чем дворец спорта имени Фетисова. Во всяком случае, руководство спортивной школы считает именно так. В 2008 году был сдан Ледовый дворец спорта. Его передали в оперативное управление с дюшер номер 35. На базе этого Ледового дворца мы развиваем несколько направлений. Ледовых – это фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт. Значит, фигурное катание, одиночное фигурное катание. И 4 года назад мы стали развивать синхронное фигурное катание. Наши достижения, на самом деле, достаточно весомы. Мы сегодня являемся лидерами в фигурном катании в Заурале. И последняя наша звезда – это Полина Цурская. На сегодняшний день это номер один сборной России, да и в мире, наверное, по своему возрасту. Вот здесь, я помню, этот дворец, как только получили, так сказать, он был где-то и не до делки. Вот как вы для себя определили тогда, как его развивать, как залы делать, как вот на улице этой заливки и все остальное? – Определить было очень легко. То есть мы делали максимально комфортным пребывание и занятие физической культурой и спортом для людей, которые этим занимаются. Вот. Поэтому, действительно, этот объект, он был первый в рамках строительства, значит, ледовых дворцов в области. Он был первым. Тут были и плюсы, были и минусы. И в процессе эксплуатации мы, как бы, все это постарались исправить. Сегодня это ледовый дворец, который комфортен для пребывания, комфортен для тренировок. Вот. Ну и поэтому он заполнен практически на 100%. – Вот здесь и точка общепита, как я понимаю, и продажи, и все остальное, и коньков, и все это. Вот как это нарабатывалось? – А как это нарабатывалось? То есть это тоже, как бы, создание сервиса. То есть спортсмены, которые приходят сюда заниматься, родители, которые приводят спортсменов, они здесь практически живут. Соответственно, нужно и кормить людей, нужно и отдыхать людям. То есть у нас мягкие зоны установлены, если вы обратили внимание. Тут же у нас и спортивные магазины, и заточка коньков, ремонт спортивного инвентаря. То есть вся инфраструктура, которая способна обеспечить жизнедеятельность как спортсменов, так и просто занимающих физическим дурой. – Ну и вот в завершении, зачем вот эта на улице заливка? – Заливка на улице – это расширение спектра физкультурно-здоровительных услуг. Это возможность заниматься именно на улице, так как Ледовый дворец не вмещает уже всех желающих. Конечно. Самое главное, что произошло, на протяжении ряда лет мы стали специализировать наши Ледовые дворцы. Например, школа Кожевникова стала специализироваться больше по хоккею шайбой во главе с Бернатавичем Дмитрием Антонасовичем. А школа, которая находится во дворце Фетисова, стала специализироваться по фигурному оказанию. Это позволило нам создать единые условия для тренеров, для всех, и, конечно, создать более качественные услуги для населения. С поддержкой общественности на территории стадион «Энергия» превратился в ледовый, потому что зимой сейчас мы больше играем под крышей, футбол, и поэтому лед стал более потребным. Более того, когда мы оцениваем возможность у людей покупать услуги, то далеко не всем доступно посещать массовое катание во дворце. И это явилось результатом того, что мы сделали доступные дешевые услуги. То есть человек может прийти, ребенок, родители могут прийти бесплатно кататься на большом катке. За деньги будет стоить только прокат коньков, которые мы организовали прямо на стадионе. То же самое будет сделано около катка имени Ирины Родниной. Это большая территория, пришкольный стадион, две общеобразовательные школы. Кстати говоря, Ирина Константиновна обратила внимание, что нет спортивного зала. Я надеюсь, что мы вместе с ней сможем каким-то образом войти... Ну, там есть место пристроить. Безусловно, да, войти в какую-то федеральную программу. А может быть, в принципе, и привлечь частые инвестиции на строительство каркасно-тентного, легкого спортивного зала для тренировок и, прежде всего, конечно, улучшения подготовки фигуристов. И фигурное катание в последние годы, особенно в этом году, дает о себе очень серьезно знать на международном уровне. Цурская сегодня объявлена чемпионкой Олимпийских игр юношеских, которые проходили в Лейхаммере. Ну, это дворцы, это всегда хорошо. А теперь мы посмотрим непосредственно на улицу, выйдем. И там, в том числе и у Бархатова. Давайте посмотрим материал. За озерное 26. Коробка построена Газпромом. Здесь периодически заливает лед и чистит. Вечером включает свет. Правда, не всегда. В соседний дом, за озерное 24, здесь впервые за 6 лет был залит каток. Освещения нет, борты старые, опасные для здоровья. Играть в хоккей здесь практически невозможно, лед не чистится. Но все-таки на Новый год ребятишки здесь катались. Симиков 40. Коробка построена на деньги Газпрома. Во время заливки были сломаны ворота. Коробка плохо чистится. Однако желающие кататься продолжают сюда прибывать. Ну вот, пятачок же очищенный. Катались два дня назад нормально. Вон туда, конечно, сложно выезжать. А здесь нормально. И как ее заливают раз в год? Слушайте, мы первый год пытаемся, я не знаю. Вообще, вот когда заливались вот эти катки, это учитывалось, как-то опрос проводился, да? Безусловно. Кому надо, кому не надо? Вы знаете, я хочу начать разговор с того, что в былые советские времена, если хотя бы кратко вспомнить, вообще никогда не было проблем с хоккейными коробками. Этим занимались ЖКО, Думы управления, заливали, независимо от мнения жителей. Но коммунальная реформа и жилищный кодекс нас привели к тому, что хозяевами дворовой территории стали жители, и мы столкнулись с очень серьезными противоречиями. Это первое, конечно, подключение воды для заливки, подключение счетчиков для освещения площадок, и вообще нужна ли хоккейная коробка в нашем дворе. От этого стали страдать дети. Вы знаете, мы сделали, мы когда все это изучили и посмотрели состояние этой среды, было понятно, что многие коробки живут, развиваются за счет общественности, КТОСов. Ведь этим занимаются в основном общественники на территории дворов. Хорошо, когда есть кто-то из родителей, который собирает детей, которые вместе берут лопаты, убирают снег и так далее. Но мы поняли, что если мы будем постоянно акцентировать внимание и опираться на мнения жителей, мы можем потерять спортивные сооружения на территории дворов. И дворовый спорт прикажет долго жить. Я так образно говорю. Поэтому мы приняли решение акцентировать внимание на стадионы общеобразовательных школ, их модернизировать максимально, вводить туда в том числе федеральные программы по модернизации стадионов. Построены в прошлом году были великолепные стадионы с искусственным покрытием, футбольных полей и хоккейных коробок. Если в 2014 году их было несколько, то в 2015 году 6 хоккейных коробок современных были установлены на базах общеобразовательных школ. Это гарантия и страховка от того, чтобы дети были при спорте в то время, когда они не учатся. На территориях дворов мы не исключаем. Сегодня до сих пор количество хоккейных площадок больше, чем на базах общеобразовательных школ. Всего сейчас эксплуатируется и залита 71 хоккейная коробка, но если говорить о школах, то это почти 50, а о школах это почти 20 хоккейных коробок, остальные все дворовые. И в основном заливают общественники. Я бы хотел отметить еще очень важную роль в этом отношении управляющих компаний, которые довольно часто берут на себя эту нагрузку. И, например, управляющая компания, которая находится на левом берегу, которая заливает 7 хоккейных коробок, на сегодняшний день имеет основание, как бы, тенденцию к тому, что решить проблемы занятостей детей. Руководитель управляющей компании говорит, что если он не будет заливать, она, женщина, руководитель, не будет заливать хоккейные коробки, то дети пойдут в подъезды, им ремонты подъездов обойдутся дороже. Левобережье. Да, да, извините, Левобережье. Вот, это очень хороший пример. Ну, таких компаний несколько, о которых можно говорить, которые это делают. Но это, я бы назвал так, спонсорство определенное, это попечительство вот этой проблемы, решения проблемы. И они помогают нам в этом плане содержать. Конечно, мы делаем сейчас упор на муниципальные учреждения, к общеобразовательным школам также относятся детские клубы по месту жительства. И при них мы тоже будем делать. Ну, у нас будет, да, отдельный материал. Я вот хочу сразу обратить внимание, что, как бы, почему, вот раньше, когда Виктор Филиппович начал эту работу, огораживать школу, я помню, мы его критиковали, и все, это забор какой-то. А он, видимо, смотрел в будущее, это не касается вас, это касается других ребят, которые за имущество и за землю отвечают. Он, видимо, не надеялся на своих подчиненных и на тех, кто придет после, потому что все распродадут. Вот, это понятно. А вот когда есть забор, есть школа, вот почему я радуюсь, что вы развиваете в школе, потому что это земля муниципальная. Конечно. Здесь это никто не украдет, торговый в ИГВАМ не поставит. То есть те коробки, которые вы построите, эксплуатируют, они останутся детям и дальше будут развиваться. И ответственность будет лежать на руководителях муниципальных учреждений. Это гарантия того, чтобы наши дети были не бездомные, не беспризорные на дворах и не ходили в подъезды, а занимались спортом на стадионах общеобразовательной школы. Ну вот это одна из аспектов. Давайте еще посмотрим. Вот сейчас в спортивной школе у нас будет материал и материал вот об образовательной школе, рядом с которой мы делали, значит, на Тимофея Белозерова сюжет два года назад. И вот как теперь выглядит коробка. Давайте посмотрим. Спортшкола «Смена». Расположенная на Мира 96Б. Великолепный лед, разметка, все почищено. В вечерние часы после занятий детских спортивных команд горит фонарь, можно играть бесплатно всем желающим. Образцово-показательная площадка на Малунцево-7. Здесь каждый день заливают лед и чистят. Тренируются хоккейные команды разных возрастов. После семи при великолепном освещении каждый желающий может играть в хоккей. А это спортивная коробка у образовательной школы номер 8. Вот так она выглядела два года назад. После нашей программы здесь теперь хорошее состояние. Новые бортики. Иногда включают освещение, расположенное на крыше школы. Но с чисткой льда проблемы. Михаил Семенович, ну вот, ну понятно, что у Григория Павловича, у Кристалла, там вот он тоже, кстати, привет вам передавал, да, вот, трудится. Эту коробку я с детства знаю, у Кристалла смена тоже. Это в идеальном состоянии держатся эти коробки. Они заливаются, там освещение. Вечером можно кататься, все желающие. Бесплатно причем. Вот. Чистятся, ну, скажем так, это модель, ну, не знаю, будущего. Рядом вот школа на Тимофея Белозерова. Да, вот в каком состоянии мы видели, какой она была коробка, какой она стала вашими усилиями. Там освещение есть, правда, не часто включают, но тем не менее бывает. Но вот она практически не чистится. Вот современные дети. Они ведь первым делом заявляют, что и родители их поддерживают, что чистить они не должны. Вы знаете, вот это меня очень трогает, ведь, наверное, мы с вами в молодости никогда не задумывались о том, что кто-то будет убирать за нас хоккейную коробку. Мы брали в школе лопаты, выходили и чистили. Поэтому внутренне я не сторонник того, чтобы кто-то чистил за детей. Когда ребенок выходит и помогает старшему, они сами объединяются в определенную команду, то это формирует активность, активность к жизни, активность, в конце концов, для себя сделать это. Он в этом не мусорит. Конечно, он сделает для себя это. Поэтому я всегда был за то, чтобы это делали дети сами. Но где-то, конечно, приходится в силу того, что где-то нет лопат, например, где-то что-то еще не получается. И у нас есть система общественных работ. Не так просто, кстати, принять человека на уборку хоккейных коробок, но вот в связи с тем, что уменьшается объем финансирования на эти работы, в последнее время рабочих таких стало меньше. Хотя они выполняют свою роль, чистят хоккейные коробки сегодня для того, чтобы дети могли заниматься. На мой взгляд, это не имеет дальнейшей перспективы, потому что все эти объекты имеют характер общего пользования. Здесь нет хозяина хоккейной коробки. Поэтому для школы это учитель физкультуры и общественный актив школы. Но в школе это будет коробка, теперь мы знаем. Во дворе на дворовой территории хорошо, когда есть кто-то из старших. Но мы, кстати говоря, ставим задачу перед спорторганизаторами, которые работают на территории, чтобы они организовывали таких детей. Одним из перспективных решений этой проблемы будет создание междворовых стадиончиков. Я так образно, уменьшительно говорю, потому что в каждом дворе коробку не поставить, в каждом дворе голосуют жители. А вот если мы найдем места, в которых можно назвать хоккейную коробку, спортигровую площадку, тренажерный комплекс, гимнастический городок, который как бы будет центром маленького микрорайона, и назовем его междворовый стадион, тогда этот стадион мы возьмем на бюджетное обеспечение. Может быть, частично бюджетное обеспечение. И это определенная перспектива вот предшествующего времени, в это лето мы будем же этим заниматься. То есть это вода и это свет. Да, безусловно. Мы постараемся обеспечить заливку льда, мы постараемся обеспечить освещение. И там будет обязательно работать спортинструктор нашего бюджетного учреждения «Спортивный город». И этих стадионов с каждым годом будет все больше. Тогда мы сможем решить проблему дворовой, спортивной элиты, я бы так назвал, детей, и общеобразовательной школы. Ведь есть места, где школы рядом нету, частный сектор, еще какие-либо микрорайоны, в которых такое бывает. Хотя большие многоквартирные дома, там всегда есть общеобразовательная школа. Но может случиться так, что в школе стадион занят, он полностью загружен занятиями и так далее. А междворовые стадионы смогут решать проблемы для другой категории, возрастной категории, для тех, кто сегодня в школе не находится и так далее. Поэтому в ближайшее время мы будем этим серьезно заниматься взамен того, что сегодня есть некоторые убитые, извините, хоккейные коробки на территории дворов. Это практика сегодняшнего времени, которая является проблемой перехода от бюджетных учреждений Дума управлений к управляющим компаниям, которые далеко не часто берут на себя такую нагрузку без договора. Ну тут такое дело, Михаил Семенович, а вот самое главное, ну если в школах, я еще раз говорю, приватизация школа, приватизация земли можно, это муниципальная. Вот здесь как быть с вот этими вашими, как вы хотите в будущем, вот эти коробки создать, а земля-то чья? Мы на муниципальной земле это будем делать. На муниципальной. То есть на сегодняшний день дворовые территории далеко не все являются принадлежностью ТСЖ или жилищного коллектива, который является предметом договора с управляющей компанией. Есть очень много земельных участков, на которых находятся наши спортивные сооружения. Мы будем их укреплять и постепенно их считать как междворовые стадионы. Но они будут находиться на муниципальной земле. Это специальное постановление. Я к чему говорю, я не хочу никого обидеть, ну и как бы коллег ваших не хочу обидеть. Но мы часто сталкиваемся в городе с тем, что коробка или какой-то футбольный стадион, захерели, 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 оп, а там-то потом торговая вегла. Никого ответственного нет, да, безусловно, конечно. Мы на сегодняшний день очень серьезно занимаемся этими вопросами. И я бы даже назвал не только вот муниципальными участками, но и парками. И вы знаете, вот я вам, не открывая секрет, могу сказать, что мы скоро завершим очень важный документ, который называется «Омск. Территория здоровья». Мы сейчас рассматриваем все микрорайоны города, отдаленные участки и будем резервировать места для рекреационной деятельности. Например, скверы, парки, отдаленные поселки, которые есть. Вы знаете, да, что мы сделали? Набережную спортивную, там, Зеленый остров. Взяли на себя парк трехсотлетия. Но это касается определенной категории людей, которые рядом живут. А вот отдаленные микрорайоны, они этого не имеют. Мы сделаем интерактивную карту, она уже почти готова, где распоряжением администрации города данные места будут являться только для спортивно-здоровительных занятий. Сразу мы, конечно, сегодня построим, потому что это касается влияния и деятельности общественности, инвестиций, муниципального бюджета и так далее. Но этим заниматься будут и мы, и те, кто после нас придет на эту работу. Мы покажем город спортивный в любых местах, где бы ни проживал человек. Вот такой вопрос, Михаил Семенович. А федеральная земля? Вот тот же аграрный университет здесь рядом. Нету практически ни коробки, ничего. Раньше она была. Вот здесь как взаимодействовать? К великому сожалению, университет сегодня находится не в лучшем состоянии спортивной среды. Кстати, недавно мы провели Лыжню России. Ну, там можно это проводить. Да, это было очень здорово. А летом, да. И у нас там еще есть тир для биатлона, который не функционирует. Тоже очень серьезная проблема. Мы должны решить с ним задачу. Там хаски бегают. Когда хаски бегают, тоже неплохо, в принципе. В любом случае, это спорт. Это спорт, да. Но не постреляешь там. Безусловно. Здесь с федеральными структурами ведет работу министерство. И мы рекомендуем вузам участвовать в грантах на решение этих проблем. Гранты могут быть муниципальные, гранты могут быть региональные, областные и федеральные в том числе. Я думаю, что каждая кафедра физического воспитания, которая находится на федеральных участках земли, желает иметь свой стадион и желает иметь свое определенное развитие. Но, кстати говоря, вот, например, если мы касаемся оградного университета, там есть КТОС очень активный. Вот КТОС есть. Да. И на протяжении последних лет у нас удельный вес грантов в основном в спортивном направлении. И КТОС может участвовать как общественная организация на территории. А территория общая и КТОС, там же много жилых домов, и университет для студентов, и территория стадиона для студентов. Конечно, это к какой-то степени снижает качество тогда, когда стадион слабенький для высшего учебного заведения. Нет, но их это, по-моему, не сильно тревожит. К сожалению. Да. К сожалению. А меня имеется в виду, что вот я Белявскому писал очень много писем «Газпром», и вот они на Зазерной здесь, на Белозерной тоже там настроили. Ну, вот мы видели, одна коробка функционирует. В двух ваших спортивных школах великолепно функционируют коробки. А вот рядом, вот эта последняя, прямо здесь у нас в двух шагах от телекомпании, коробка, ну, практически она не функционирует. Ворота снесены вот при заливке, как мы видели. То есть, ну, печально это все. Я вам скажу причину. Вы знаете, механизм должен быть такой, чтобы мы были уверены, что сторона эксплуатирующая должна быть активной и ухаживать. Вот руководство аграрного вуза, я извиняюсь, вас перебью, обещало и будет заливать, и будет свет, но как-то вот «Газпроме» потерялся этот документ от них. Я два раза документы эти возил сам. Ну, это очень плохо, когда люди, которые стараются что-то сделать, не добиваются до решения этой проблемы окончательно. Но я хочу сказать, что нельзя строить объекты без решения вопросов инфраструктуры. Самое главное. У нас в Омске принято постановление в администрации города 37-е, которое характеризует обустройство и обслуживание спортивных сооружений такого типа. В нем участвует департамент наш по делам молодежи, культуры, спорта, департамент городского хозяйства и администрации округа. Я кратко скажу, что наш департамент организует мероприятия и помогает в ремонте этих спортивных сооружений. Департамент городского хозяйства занимается вопросами покрытия, потому что иногда асфальт, грунтовые покрытия портятся. А администрация округа работает с территорией. И когда мы находим четвертую эксплуатирующую сторону в лице КТОСа или общественного коллектива, или активистов, мы составляем вот такой четырехсторонний договор. Договор объекта общего пользования. И мы знаем, что если что-то теряется, мы обращаемся к КТОСу и начинаем скрывать проблемы, которые характеризуют ужасное состояние спортивных сооружений. КТОС говорит, что на сегодняшний день дети уехали, переселились там молодые семьи, площадка находится непотребной и так далее. Тогда мы принимаем решение и делаем перенос этой площадки на другую территорию. Но когда в том числе нефтезавод или кто-то еще другой строит, не учитывая данную особенность, такие объекты дорогостоящие могут потерять свою перспективность. Ну вот ворота там вынесли. Ну давайте еще посмотрим один материал и продолжим наше обсуждение. За озерное 32. Лед здесь начали заливать только вчера. Горячей водой. Водитель сказал по распоряжению мэра. Удастся ли ребятишкам здесь покататься, да марта большой вопрос. Но вот близлежащие гаражи уже пострадали. То есть это у вас появилось только после заливки? Естественно, вот. Вот стали заливать сразу. Откуда они? Никогда воды не было. Михаил Семенович, ну вот как бы без ложки-то дегтя не обходится. Зачем он льет-то там? Говорит, мэр мне вот за озерное 32. Мэр сказал лить. Ну конечно, такого быть не может, чтобы мэр занимался каждой хоккейной коробкой. В любом случае мэрия занимается вопросами контроля, анализа, разработки каких-то перспектив, решения этих проблем. Этот человек, конечно, немножечко здесь нарушил честность, я бы так сказал. Горячей водой сейчас заливать нельзя. Во-первых, днем солнце уже подтаивает. Во-вторых, если лед и есть, то горячая вода должна уйти маленьким слоем для только нивелировки. А вообще изначально заливает холодной водой. Ну от этого страдают все. Во-первых, страдает лед, страдают те, которые находятся рядом. У нас на одной из хоккейных площадок стали заливать из машины поливочной. И вода вылилась под борта и залила всю дорогу. Ну вот тоже самое, гаражи все залило. Хоккейная коробка стала предметом ненависти у жителей, которые там находятся. Вот так и есть, так и есть. Поэтому здесь, конечно, требуется некий профессионализм. И вы знаете, мы, вот смотря на данную проблему, в этом году поняли, что нам необходимо организовывать семинары. Мы немножечко здесь упустили момент. Для всех общественников нужно проводить такой небольшой курс обучения. Но это представитель дорожной службы. Да, дорожная служба. У нас, понимаете, как произошло? Для того, чтобы помочь хоккейным площадкам, точнее сказать, не площадкам, а детям, которые там занимаются, средствами бюджета, Каждая администрация округа определила примерно по четыре хоккейные коробки, болезненные, в социальном отношении, потому как они не обеспечены, средствами управления дорожного хозяйства. И вот эта вот бочка с водой, машина, приезжает на объект, выливает воду и делает заливку. Поэтому далеко не всегда вот эти рабочие, которые занимаются благоустройством, могут качественно это выполнить. Где-то получилось, где-то не получилось. Давайте посмотрим еще один у нас материал есть и продолжим наше обсуждение. Бархатов-11. Здесь сделали свои первые шаги в большой хоккей Таня Аня Шибановой, игроки женской сборной России по хоккею. Коробка старая, но лед здесь залили. Чистится он плохо, освещения пока нет. Проблема у нас большая. Не дать умереть этому катку. Значит, мы в течение последних трех лет бьемся за его существование. В прошлом году департамент благоустройства господин Казимиров заливали этот каток с машин, залили его очень плохо, и дети катались по рытвенным и по ухабам. В этом году, значит, мы все-таки хотим, чтобы наши дети не сидели у компьютеров, не убивали потом родителей, насмотревшихся, наигравших, а чтобы вели здоровый образ жизни, отдыхали, катались и имели бесплатный, доступный, общедоступный каток. Было у них время и возможность выйти, покататься, чтобы они такую возможность имели. Проблема этого катка заключалась в том, что как только близлежащие дома, они все относятся к разным управляющим компаниям, значит, поставили приборы учета общедомовые, исчезла возможность получить от этих домов воду. Эту проблему в этом году мы решили. Вот Медельева 31, собственники разрешили нам поставить отдельный прибор учета, мы его установили, и возможность заливать каток появилась. Но проблема осталась в освещении катка. Значит, мы были на приеме у господина Расина, на личном приеме, у господина Сенькова, это глава Советского округа, были на приеме у депутата Государственной Думы Ирины Родниной Константиновны, и ничем пока это дело не закончилось. На сегодняшний день вся инициатива по поддержанию этого катка как действующего лежит на жителях окружающих домов. Причем этот каток сформирован на участке, отдельный имеет кадастровый номер, и этот участок земельный принадлежит городу. А это хоккейная площадка на Менделею 26. Коробку построил мостовик и бросил 6 лет назад. Здесь не было льда, теперь его залила управляющая компания. Но с освещением пока проблемы. И чистить не все ребята хотят это делать. Мне так кажется, что вообще его заливали, ну вот с самого начала, как залили, больше вообще не залило. Ой, что ж, точнее не скажу, раньше 30-го часа. 30-го чего? В январе. В январе? Да. А до этого не заливали? Нет. А чистят кто здесь здесь сами, да? Или кто? Это я тоже господинец. Тоже не чистят, да? Вы чистят? Ну, сам этот. А не чистят, он, он молодец, сам чистят. А вот свет здесь есть? Нет, свет. Вечером нету? Нет. На сегодняшний день там, где решены вопросы, они решаются жителями и управляющими компаниями. А там, где вопросы не решены, я говорил уже о 20-ти хоккейных площадках, которые являются предметом заботы муниципального бюджета. Необходимо подать заявку в администрацию округа, потому как мы опираемся именно на их адресность, то, что дает округ. Округ находится рядом со спортивными сооружениями, им ближе вести контроль. Контрольные функции больше ступень. А потом они уже вам передают? Они передают нам сведения, которые мы анализируем. По сути, мы аналитики, потому что департамент в составе одного отдела, четыре человека, и весь город не бегут. Понятное дело. Это однозначно, конечно. Но система управления требует решения всех проблем. Я не беру, не снимай с себя ответственность никак, ни за какую площадку. Поэтому, если общественность обращается с поддержкой, они должны написать заявление в администрацию округа, округ ставит их в адресность, и мы потом делаем распоряжение мэра, где пишем адресные спортивные объекты, которые финансируются из бюджета, по электрообеспечению и по заливке льда. Ну, я хочу поблагодарить за участие в программе. У нас, к сожалению, время управдома ограничено. Это Михаил Семенович Арасина, директора департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту, администрации города Омска. Я думаю, мы первый, не последний раз встречались. Я думаю, что летом мы с вами футбольными полями займемся. Ну, а на этом на сегодня наша программа управдом закончена. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова